Я сейчас нахожусь в магазинчике BIM. Хорошенький магазинчик. Вот я сейчас возьму вот такие огурчики. Тоненькие, хорошенькие, маленькие корнишончики. Есть снизу перчик. Цена вот такая. 1 доллар 18 лир. 14,50. Ну, приблизительно это 30 гривен. На пару гривен больше. 32 гривны. Вот это баночка будет. 32 гривны. Вот баночки чесночок. Вот маленький перчик. Он довольно острый-острый. 13,50. Доллар 18. Меньше доллара. Ну, где-то 28 гривен. Такая баночка. 16,50. Салатик такой огурцы. Морковка тут. Капусточка, кажется, даже есть. 16,50. Доллар 18. Возьму еще килограмм чечевицы. Вот в пакетах. По килограмму. Красная чечевица. Вот такая цена. 22,50. 24,50. Доллар 18. Я заварила кофе. Сейчас выйду на балкончик и даже позагораю. Ну, точно, наверное, 35 тепла. Чашечку поставила. И сейчас вам покажу цветочек. Я покупала весной три гераньки. Одну белую и две красных. Вот такие пышные цветочки. Будут цвести, начинают. Вот такие здесь красивые цветочки. Вот такой милый балкончик здесь. Днем солнечная сторона. Кухня нет уже. А вот так с видом на мраморное море. Рай. В комнате елочка стоит. А я здесь загораю. Интересно. Мои хорошие, показываю свою еду. Второй прием пищи. Что приготовила? Смотрите внимательно. У меня сегодня плов из цветной капусты. Да-да! Не из риса, из цветной капусты. Вот еще остался. У меня плов будет на завтра или на послезавтра. Ну, то есть хорошо положу в холодильник. У меня в полилистах есть видео. Так и называется. Плов из цветной капусты. Ссылку оставлю в комментариях. Кто не видел, кто не делал, обязательно сделайте. Вы обо мне вспомните хорошим словом. Вы никогда не поймете, что это цветная капуста. Никогда. Ну, плов. Просто вкусный плов. Готовьте так. Немножечко аль денте. Не утушивайте хорошо под крышкой. Вот эту цветную капусту. Будет очень, очень вкусно. Дуже смачно, девчата. Настоящий плов. Пахнет вся кухня. Чеснок. Смотрите, большие головки чеснока. Есть, есть. Здесь и зира. Здесь и барбарис. Черной точкой просматривается барбарис. И, конечно, цвет дала еще куркума. Да, куркума. Морковь. Кусочками. Все как положено. Все по-взрослому. И обратите внимание, у меня не 100 грамм на тарелке. Я худею. Ем только 100 грамм. Нет, у меня, концентрирую внимание, объемные порции. Объемные. Это цветная капуста. Это очень полезный овощ. Очень. Мясо. Конечно, мясо. У меня не постная грудка куриная. Нет. У меня бедрышка куриная. Оно довольно жирное. Пожалуйста. У меня сегодня маринованные огурчики. Небольшие. Очень вкусные. Хрустящие. Вот, пожалуйста, в баночке в Турции продаются. Покупала себе такие огурчики. К плову отлично просто. Соление. Очень-очень вкусно. Очень будет сытно. Очень сытно. Для нас самое главное не подсчет калорий. Для нас самое главное не дисбаланс калорий. А для нас самое главное это что? Гормональный дисбаланс. Самое главное, чтобы не выделялся такой гормон, как инсулин. Вот если на этой тарелке будет полисахарид картошка, пюрешечка со сметанкой, с молочком, со сливками, сливочное масло. Да? Полисахарид картошка, крахмал. Или здесь будет зерно. Каша гречка любимая. Обалдеть. Или здесь обожаемые макароны. Конечно, будет гормональный выброс такой инсулина. Да? А на эти продукты нет. Овощи, цветная капуста и мясо. А если жирное мясо, вообще отлично. Инсулин на жиры не выходит в таком количестве, как на углеводы. Я только напомнила, мои хорошие. Ссылку на это видео, плов из цветной капусты, я оставляю в комментариях. Смотрите и готовьте. Готовится очень-очень быстро. Но как же это вкусно. Ваши близкие останутся все довольны. Хоть и вкусно, и нам не поверят. Всем приятного аппетита. Кто со мной? Здоровеньки были. Всем доброго дня. Всем доброго времени суток. Самому-самому шикарному сообществу. Физкульт привет, мои хорошие. Я приветствую всех вас на своем YouTube канале. Добро пожаловать. Будем с вами общаться. Формат нашего канала это похудение, это мотивация и, конечно, это оздоровление. Вот сегодня давайте поговорим еще и о нашем здоровье. О похудении тоже поговорим обязательно. Наше похудение это моторика нашего кишечника, правда? Хорошая моторика, все отлично. А поражение у вас будет каждый день, отлично. Вес у вас хорошо будет покидать. И каждый день вас будет радовать. Освобождение кишечника это минус килограммы. Это классно. Лично я отношусь тем людям, у которых на малейших спазмах нету моторики кишечника. То есть не нужны большие эмоции. Мне стоит ночью подумать, проснуться несколько раз, в мыслях побыть своих и все. Я утром встаю уже, все. У меня моторики кишечника не будет, что бы я ни ела. Сливочное масло, капуста, кефир, бурячок отварной, селедка, огурец. Запью все сливками жирными. Знаете, как говорят, ноль на массу, ноль, ничего не будет. Даже когда я иду к гастроэнтерологу и мне пальпирует живот, говорят, боже, Таня, у вас же одни камни, боже, вот камни, вот камни, вот камни. Ну, то есть все в спазмах внутри. Это все нужно распускать. Мои хорошие, я хочу подсказать. Мы делимся, да, друг с другом. Мы советуем. Вы тоже пишете, люди пишут, друг другу советуют. Значит, я купила магний, я всем говорила, да, но магний есть разный. Вот нам советуют магний, магний, магний уходит, обязательно нужно принимать магний, магний уходит. Но магний разный. Я купила конкретно магний для ЖКТ, желудочно-кишечного тракта. Магний оксид. Оксид. Посмотрите в гугле, гугл нам всем помощь, магний оксид. Это конкретно желудочно-кишечный тракт, это рефлюкс эзофагит. У кого рефлюкс эзофагит, да, это заброс пищи по пищеводу из желудка. У кого есть, в народе говорят, изжога еще, да. Вот у кого рефлюкс эзофагит, прекрасно принимать магний оксид. У кого запоры, прекрасно магний оксид. И вот я вам даю честное слово, это очень работает, проверено на мне. Сегодня пьете, завтра утром результат. Магний оксид. Здесь 30 таблеток ровно на месяц. Я покупала в Турции, цену не знаю, но работает, очень работает. Поэтому я только советую, это мой совет, пробуйте. Это хорошая вещь. Как пополнение магнием, нет, не будет. Он не так впитывается, этот магний, но очень помогает конкретно с запорами. У кого плохая моторика кишечника. Люди работают. Посоветовала магний оксид. Магний принимается только на ночь желательно. Доза 365 здесь. Миллиграмм. 365. Одна таблетка в день, на ночь. Мне был еще такой комментарий, конкретно по гормонам щитовидной железы. Давайте послушаем, потому что это полезно всем, просто всем. Кто принимает гормоны щитовидной железы. Значит, я не помню имя, мне человек пишет. Таня, подскажите, пожалуйста, по приему гормонов. Вот сколько мне принимать нужно? Я зачитывала этот комментарий. Человек принимает сотку, эутирокс. По результату крови, гормон ТТГ, результат 0,02. Я всем читал этот комментарий и говорила во всеуслышание. Вы должны обратиться к врачу. Врач должен услышать эту цифру 0,02. Что он вам скажет? Вот интересно, что он вам скажет? Конечно, гормон нужно снизить человеку. И мне пишет этот человек. Да, врач видел мой результат по крови. Сказал, все отлично. Оставайтесь на этой норме гормона. Вам убирать гормон не нужно. Люди, я не хочу никого обижать. Вот этих людей в белых халатах. Ну, человек в белом халате, это не значит, что доктор еще. Доктор. Нет. Но это бездарь просто. Я не врач. Я не теоретик. Я практик. У человека 0,02. Ну, уже гипертиреоз. Перебор гормона. Вы зачем искусственно нарушаете человеку гормональный фон? Кто-то скажет, они не хотят вот советовать. Да, они не знают просто. Они не знают. Если человек знает, он скажет. Многовато эта доза, вам нужно вот так вот так. Подойдите через 20 дней, посмотрим на этой дозе, как вы себя будете чувствовать. И посмотрим ваш гормональный фон по анализу. Этого не было. Они не знают, они не хотят. Не хотят. Как сказал Николай Михайлович Моссов. Если вы нашли хорошего доктора, берегите его. Это не сантехник. Поэтому хорошего доктора нужно найти. Мы ведем ребенка в первый класс. Вспоминайте, как вы вели в первый класс своего ребенка. Вы себе находили хорошую учительницу. Ой, мне нужна хорошая учительница. У меня дитё такое нежное, божественное. Мне надо такая учительница, чтобы была просто мамочкой. Правда? Было такое? Да? Мы искали хорошего педагога. Кто-то везет ребенка своего в другой конец города, потому что там хороший учитель в той школе. Ещё мама занималась в той школе у этого учителя. Правда? Есть такое? Так и врач, точно. Его нужно ещё вот так вот найти, чтобы действительно помог вам, а не просто принял вас для только галочки посещения. Они не понимают, они не умеют выставить гормон. Не понимают. Для чего они поступают в медвузы? Ну, непонятно ещё, как они поступают во-первых раз. Кто их учил? Почему не научили? Вы знаете, стоит мамочка передо мной со своим сыном. Так рассказывает про, между прочим. Парню лет 19-20. Точно не скажу, сколько. И мама хвалится. Вин же студент. Мэтвузу, богомольца. Да шо вы говорите? Я говорю. Да? Ты занимайся в богомольце? Ой, какая умничка. Молодцы родители. Всё. Ребенка направили, помогли. Да, ты себе выбрал себе уже специальность? Ну, я бы, если бы поступала в медвуз, я бы знала, каким врачом я бы хотела быть в будущем. Парню 19-20 лет. Отвечает. Да, выбрал. Да. И каким ты врачом хочешь быть? Я хочу идти в гинекологию. У меня очи вылезы на темечку. Я так сразу на маманьку смотрю. Это же работа маманьки. Гинекология. Мальчику 19 лет. А я сразу так ему и говорю. Он же будущий врач. А зачем тебе гинекология? Маму хочешь лечить? И бабушку свою, да? А чё папу не хочешь лечить? Папа, ну, простату. Простату своего деда. О себе подумаешь. Ты же уже будешь специалистом. Будешь знать, что к чему. Друзей будем. Будешь своим помогать. Не хочешь быть урологом, нет? А не хочешь быть врачом с мужской специальностью, патологоанатомом, судмедэкспертом, а не хочешь быть травматологом? Там же надо держать вот эту дрель в электрику, включаешь, и эта дрель делает кости, чтобы шурупы закручивать. Вот мне так делали. Нужна мужская рука. Не хочешь иметь специальность мужскую травматологию? Ну, в крайнем случае, иди хирургия, иди нейрохирургия. А гинекология в 19 лет. На маманьку посмотрел, это же маманька отправляет. Понятно, какой он будет врач. И для чего он туда идёт? Медик. Вот так. Поэтому вот сейчас точно такие и эндокринологи. Эдокринологи. Люди, это же просто страшно уже. Страшно. Поэтому мы друг другу рассказываем. Так вот. Сотка на дозе 0, норме, на результате анализа 0,02. Конечно, убрать гормон. Человек пишет. Это же рассказывает и доктору. У меня нету сна. У меня страшное вылетает сердце. То есть тахикардия. Вылетает сердце. Перебор с гормонами. А её держат на высокой дозе искусственного гормона. А? Обалдеть просто. Немедленно убрать. Я сказала человеку, никак убрать нужно. И что сделать? Немедленно убрать. Ну, то есть. Это катастрофа. Вот так мне медики нарушали гормональный фон. 8 лет. Чисто случайно на улице. Мне попался человек на улице. На скамеечке. Эндокринолог. И подсказал, как этот вопрос решается. Я лежала в больнице на 0,2. Мне так было плохо. У меня такие тошноты были. У меня был перебор с гормонами. Я принимала 125. Много лет. 5 лет. Надо было уже снижать норму. Мне никто не подсказал, что нужно пересмотреть гормональный фон. Никто. Я в гастроэнтерологию. Меня тошнит. Я не вижу ничего перед собой. У меня зрение падает. У меня страшный тремор. Я не могу держать чашку кофе. Вот так у меня трясутся руки. Меня колотит. У меня внутренний тремор. Я не вижу перед собой ничего. У меня страшный токсикоз. Меня тошнит от воздуха. Никто не подсказал. Я лежу в гастроэнтерологии. Мне капельницы делают. Капельницы. Я делаю колоноскопию. Я делаю все. Что случилось? И тут в палату приходит женщина. Проведывать свою подружку. И эта женщина, которая лежит в палате, говорит. Валентина Петровна. Вы не можете подсказать вот Тане нашей. Вот то-то и то-то у нее. У нее нет щитовидки. Она принимает гормоны. Может быть с этим связано. А Валентина Петровна, которая пришла проведывать. Это человек медицины. Это кандидат наук. Каких-то там. Что-то. Ну, может быть медицинский. Да. Ну, то есть человек. Я думаю, понимал. Да. На тот момент. Что со мной. И она сразу сказала. Проверьте гормональный фон. Немедленно просто. Да. Меня так осенило. Все. Завтра утром я иду сдавать гормоны. И когда я пересдала гормоны, я вижу, что у меня на нуле гормоны. Ноль, запятая с чем-то. Да. На улице сидела женщина. Внучку привела сдавать анализы. Внучку. Мы с ней разговаривали. Она говорит. Я врач. А я говорю. А у вас какая специальность? Эндокринолог. Боже мой. Я ей все рассказываю. Она говорит. Берите свой результат. И приходите ко мне домой. Я еду в другой район. Нападал. И человек мне подсказывает. Люди. Восемь лет я была в невесомости. Никто никогда. Мне нарушали гормоны. Я прихожу. У меня пятерка по анализу. Мне очень плохо. У меня щитовидка не выдает гормоны. Даже немножко. Левая сторона хирургически убрали. А правая сторона работу на себя не взяла. Все. Нет ее. Поэтому я завишу только от гормонов. И тут у меня пятерка. Мне очень плохо на пятерке. Что делает врач? У вас пятерка. Так. Сколько вы принимаете? Я говорю. Сотку. А мне нужно было 125 принимать. Больше. Вам надо снять 125. Снимает мне. Вам надо снять 25. Снимает мне 25. Значит я принимаю 75. Я прихожу на работу. Такая рада. Девочки. Вы представляете. Мне сняли 25. Я буду теперь на 75. Я буду меньше гормона принимать. Как мне стало плохо. Через месяц я пересдаю анализ. Сама иду. Потому что я не могла ходить. Я задыхалась. А у меня 8 уже. Я прихожу к ней. И вот этот анализ. Вот так ложу на стол. Сажусь на стул возле нее. Она мне говорит. Ой. У вас восьмерка? А вы можете на стуле заснуть? Что? Не хватает? Мэдик. Как это на стуле заснуть? Я говорю. А вы можете на стуле сейчас заснуть? А она мол. Как ты? Как ты со мной? Ну как это на стуле заснуть? Ну скажите. У вас сонливость бывает в течение дня? Ну как это заснуть на стуле? Ну да. Я хочу спать. У меня страшная сонливость. Но на стуле я не засну. Я лягу на диван пойду. Я оттуда вышла. Я ей сказала. Пару испанских, как говорят. И пошла в больницу. Прямо в эндокринологию. На этаж. Хирургию. И там мне врачи подсказали же по поводу гормонов. Поликлиника, как сказала Галина Петрова. Это злачное место. Рассадник инфекции. Это понятно. Но это злачное место. Ну вот. Я вам только рассказала о гормонах. Поэтому следите за гормональным фоном. Кстати, у меня есть знакомая. А ее лучшая знакомая, подруга. Она гинеколог. Женщина моего возраста. Это гинеколог. Она принимает гормоны. По гинекологии. Прекрасно выглядит. Работоспособная. Красивая. Дети ее живут в Америке. Врачи в Америке. Муж у нее кардиолог. Работает в больнице БСП. И вот такой случай. Вот этот кардиолог. Возрастной доктор уже. Да. Стоит. Принимает скорую помощь. Привозит больного. Что-то сердцем. Тяжелая ситуация. Стоит два шлёцыка. Молодняк. Медики. Слушайте люди. И он говорит. Быстро, быстро. В течение получаса. Мы можем его спасти. В течение получаса. Сейчас нужно сделать то-то, то-то, то-то. Быстро. Быстро. Да и быстро качалку эту. То есть вести человека. Они руки в карманы вот так держат. И так. Не факт, что мы его спасем. Вы так и бачили? Врач говорит. У нас есть полчаса. Нам нужно спасти человека. Не факт, что мы его спасем. И вот положитесь вот на таких магиков. Поэтому люди. Мы друг другу подсказываем. Мы только наталкиваем. Наталкиваем. Обращать внимание нужно самому. И думать. Сами не можете решить с гормонами. Находите специалистов. Всё. Но вы должны знать, что норма хорошая. Это район двойки. Двойка. Но держать человека на нуле. На завышенной дозе гормона. Я бы таких просто дисквалифицировала. Забирала и вон выбрасывала вот эти дипломчики. Они никому не нужны. Занимают места только. Ну всё. О здоровье мы с вами пообщались. Мои хорошие. Я только наталкиваю. Наталкиваю. Наше похудение. Это наши гормоны. Это гормональный фон. Наше похудение зависит от наших гормонов. Люди. Конкретно. В первую очередь. Гормоны щитовидной железы. Вы не можете похудеть. Да. Сдайте кровь. Кровь. На гормон ТТГ. Кто-то скажет. Я вот делал на УЗИ. У меня всё нормально. УЗИ не работает. Вот. Как и панкреатит. Нельзя определить на УЗИ. Нельзя. Нужно сдать кровь. Анализ. Конкретно. ТТГ. Вам сложно похудеть. Вы не худеете. Вы двигаетесь. Вы много вроде бы не едите. Да. Какая-то странная тёчность. Скорее это. Вернее полнота странная. Это тёчность. Гипотиреоз. Это отёчность. Лицо маска. Дырочка остаётся вот здесь. Углубление, когда пальчиком нажмёте. Это отёчность. Когда человек приводит гормоны в норму, уходит отёчность. Это скорее даже не жир. Гипотиреоз. Когда на нуле у вас результат. Человек может и не быть полным. Но он ужасно себя чувствует. Ужасно. А кто-то не может поправиться. У человека вес очень маленький. Нужно набрать вес. Человек ест вроде бы нормально. Знаете, как говорят. Не в коня корм. Тоже проверьте гормоны. ТТГ. Если гормон на нуле. Всё. Нужно что-то делать. Есть препараты, которые блокируют гормоны. То есть нужно своему организму помогать. Мои хорошие. Помогать. Я наталкиваю всех женщин. Обязательно обратить внимание на гормоны щитовидной железы. Это женское заболевание. Из 100 человек может быть только один мужчина. И в основном нарушения идут. После климактерического периода. Перед климактерическим периодом. Вот это менопауза. Ну то есть это женское заболевание. Гормональный фон. Нарушение. Гормоны. Не бойтесь принимать, если кому-то нужно. Это единственные гормоны. Услышьте меня. Это единственные гормоны, которые улучшают обмен веществ. Вы станете работоспособней. Вы станете спокойней. У многих же страшная плаксивость. Всё. Если гормональный фон нарушен, вы не понимаете, что с вами. Малейшее где-то что-то, эмоция. Вы сразу плачете. Вы станете человеком. Короче, вам жить захочется. Вы начнете стройнеть. Уходит водичка. Появляется лицо. Появляются скулы. Появляются глаза. Вы станете человеком. Кто еще не обратил на это внимание, я всех наталкиваю только. Обратите внимание на гормоны щитовидной железы. Ну всё. Сегодня пообщались. О питании. Давайте завтра есть хороший комментарий. И мы человеку красиво ответим на этот комментарий. Мои хорошие. Вот мы с вами и пообщались. Я благодарю всех вас за просмотры моих видео. Как всегда, благодарю всех вас за общение, за комментарии и, конечно, за лайки. Любите себя. И обязательно обращайте на себя внимание. На свою форму тела. На своё самочувствие. Прислушивайтесь к своему самочувствию. Всё в наших руках. Ручки не опускаем. Всё в наших руках. Заканчиваю видео словами великой актрисы Людмилы Хитяевой. Ведь мы себе сами. И доктора, и премьер-министры. До встречи. Любите себя. Дальше будет. Продолжение следует.